В КОМИ планируют внедрить систему долговременного ухода за пенсионерами, нуждающимися в социальной помощи. Сегодня обученные специалисты ведут мониторинг потребностей услуг для пожилых граждан. Об этом на рабочем совещании в Комитете Госсовета КОМИ по социальной политике рассказала исполняющая обязанности руководителя профильного министерства Натальи Ватсегорова. На заседании рассмотрели реализацию госпрограммы «Активное долголетие» Елена Кононова о самых важных ее аспектах. За партами так называемый «золотой возраст». Пенсионеры села Визинги Сысельского района получают еще одно образование в Народном университете проекта «Третий возраст». Благо на заслуженном отдыхе времени хватает. Новоиспеченные студенты изучают православие, науку садовода-огородника и правовые основы. Я являюсь председателем дома 105. Я являюсь председателем дома 105 по улице Первомайская. Когда я только стала председателем, это был очень проблемный дом. Настоящий проходной двор. Но с помощью университета нам удалось исправить ситуацию. Здесь мы много узнали о законах и правилах проживания в многоквартирном доме. Когда можно шуметь, а когда нужно вести себя потише. А главное, как решать проблему в рамках закона. Здесь люди преклонного возраста не только получают полезную информацию. Изучают английский язык, компьютерную грамоту, ландшафтный дизайн и многое другое. Самое главное, они не сидят по домам. Встречаются друг с другом, начинают интересоваться общественной жизнью. И это напрямую влияет на длительность активной жизни. А это главная цель госпрограммы «Активное долголетие». Сегодня охват Народного университета более тысячи жителей республики. Скоро к ним присоединятся и другие регионы благодаря президентскому гранту. И теперь уже несет свою такую добрую миссию уже на территории всей страны. Он теперь называется «Третий возраст онлайн». Мы оборудовали студию, и теперь преподаватели, наши преподаватели с республики Коми, в том числе преподаватели, которые будут подключаться с других субъектов, будут формировать этот контент, эти образовательные курсы на территории уже всей страны. Это будет доступно всем. Это на самом деле большое достижение, и мы вышли на эту высоту. И фонд президентских грантов как раз именно и поощрил нас за вот этот уже успех и результаты. Активное долголетие – это не только обучение. Во всех муниципалитетах республики сегодня открыты клубы для пенсионеров, где они танцуют, поют, занимаются спортом, рисуют, вяжут. Во время пандемии многие ушли в онлайн. Но, как отмечают участники рабочего совещания, не надо забывать, что не все могут вести такую активную жизнь. Не позволяет здоровье. И для такой категории людей, в коме планируют внедрить систему долговременного ухода. Мы сейчас определяем как раз-таки потребность, оцениваем, что же нужно этим гражданам. Кому-то нужен минимальный размер оказания услуг, а кому-то нужно максимально, то есть это вплоть до определения в стационарную организацию. Парламентария региона выступает со своей инициативой. Депутаты считают, необходимо повысить оплату по уходу за пожилым человеком до минимальной заработной платы. В профильном ведомстве отмечает этот вопрос уже в разработке.